Библейский портал экзегет.ру представляет Наши лекции записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. Переходим к рассмотрению 43-го псалма. Данный текст я хотел бы рассмотреть на основании толкования на псалтырь. На основании книги объяснение священной книги псалмов в авторстве Протерея Георгия Разумовского. Периодически я даю какие-то ссылки на дореволюционных авторов, чтобы показать, что не все у нас в дореволюции так было плохо. И была и своя отечественная библистика, созданная во многом под влиянием святоотеческой письменности и под влиянием западноевропейского богословия XIX века. Но все же есть и какие-то свои оригинальные мысли. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим 43-й псалом так, как его толкует автор книги начала XX века, которая суммирует взгляды отечественных библистов XIX века и пришествующих святых отцов. 43-й псалом имеет такое надписание. «Начальник у хора учения сынов Кореевых». По-славянски звучит надписание так. «В конец сынов Кореевых в разум псалом». Разумовский пишет, хотя надписание упоминает о сынах Кореевых, но оно не дает явного указания на время происхождения данного псалма. А поэтому одни толковники в его время, это конец XIX, начало XX века, относят псалом ко времени маккавейских войн, другие – к Вавилонскому плену. Но сам протерик Георгий делает вывод, что оснований для такой поздней датировки очень мало. И поэтому он настаивает на то, что этот псалом относится ко временам Давида. Причина появления псалма с точки зрения истории вполне возможно была связана с внезапным вторжением в иудейскую землю, с юга Идумеев, в то время как царь Давид находился со всем своим войском на северо-восточной границе своего царства и был занят войной с Адраазаром, царем Сувским, его сирийскими союзниками. По содержанию данный псалом – это жалобная или скорбная молитва израильтян к Богу о помощи после постыдного, жестокого поражения от соседей. И эта молитва еще связана с утверждением, что несмотря на претерпеваемые скорби, все равно народ не уклонился в идолопоклонство и остался верен завету с Богом. Сопоставляя данный псалом с надписанием других псалмов, Разумовский делает вывод, что данные тексты могли быть написаны самим Давидом, а переданы для исполнения сынам Кореевым. Так думали и некоторые отцы церкви. Что же значит слово «учение»? Это слово толкуется как назидание о том, как вести себя в страданиях. Теперь посмотрим детальнее на содержание отдельных стихов данного псалма. Стих второй. В нем идет речь о том, что мы нашими ушами услышали, и наши отцы возвестили то дело, которое было в древние времена. Если предположить, что данный текст появился около тысячного года или чуть позже, во времена Давида, действительно возникает вопрос, что такое дни древние. Как вывод, современники Давида и Соломона могли вспоминать то, что было до них от времен Авраама, то есть от тех чудес, которые совершались на протяжении 500-600 лет до самих Давида и Соломона. То, что мы ушами услышали, означает предание, устное предание истории о чудесах Божьих, которые передавались устно из поколения в поколение. Тема, связанная с наседанием от праотцев, отцов современному поколению, она характерна и для книги «Исход», которая в последующем, особенно на Пасху, цитировалась не просто как исторический документ, повествующий об избавлении израильтян от египетского плена, но и как некое предание. И в традиции совершения Пасхи отец должен был наставлять сына, вспоминая те древние чудеса, которые были связаны с исходом евреев от Египта. Стих 3. 3. Господь рукой своей истребил народа и изгнал различные племена. В этом случае Израиль мыслится как слабый, беспомощный народ. И только благодаря Божию чуду израильтяне смогли поселиться в Хананской земле, освоить землю, обещанную Богом, и не своими слабыми вооруженными силами они победили могущественных Ога и Магога, но благодаря помощи свыше, облегшись во всеоружие Божие. И поэтому в 4 стихе красной мыслью проводится идея, что мы не нашим мечом и не нашими мускулами наследовали землю, но благодаря деснице Божьей, спасительной Божьей помощи. 6, 7, 8 стихи. В них упоминается понятие рог. Мы с тобою рогами избадаем наших врагов, говорит Псалом. Рога у крупного рогатного скота, ну и у мелкого скота, служили для самообороны. В Священном Писании рога имеют символ могущества, крепости, силы. Избадаем, значит, ударим, будем колотить. То есть, если говорить просторечно, спыряем рогами, забодаем. Ну, то есть победим. Победим как? Именем Божиим. Как Давид, воюя против Голиафа, именем Божиим, то есть с призыванием Бога в помощь, победил гораздо более сильного супостата. 9 стих. Будем хвалиться весь день. И буквально исповедоваться вовек, то есть прославлять вовек. Эта литургическая формула говорит о том, что в собрании народа верные богу-люди обещают всегдашнее словословие Творцу. Но в 10 стихе тема словно меняется. Вот мы обещаем тебе хвалиться целый день и вовек. Ну, а почему же ты нас отринул, не посрамишь и с войсками нашими не выходишь на сражение? Этот образ выхода с войсками на сражение связан с Ковчегом Завета. Израильтяне носили с собой Ковчег, когда отправлялись на войну, например, с филистимлянами. Поскольку Бог открывался над крышкой Завета, там, где был Ковчег, там подразумевалось, с Израилем присутствовал и Бог. Следовательно, он не физически ходил, а Ковчег носили, и тем самым образно говорил, что Бог ходит с нами на сражение. Итак, ныне Господь не выходит на сражение, и более того, враги победили. Когда мы такой сюжет встречаем? Когда Ковчег был пленен, когда филистимляне победили Саула, Израиль обратился в бегство. Более того, еще и потерял Ковчег, который Давид потом возвращал. 11-12 стихи говорят нам о том, что народ рассеялся, как овцы, не имеющие пастыря. Они стали овцами, которых может растерзать зверь, рассеянные среди народов, и готовые, вернее, они стали жертвой, которую могут съесть другие люди. 13-й стих. «Без выгоды ты продал народ свой и не возвысил цены его. По-славянски отдал, если люди твои без цены, и не без множества восклицаниях наших». Другими словами, по-разумовскому, враги легко нас победили. Они не заплатили дорогой цены, не пролили много крови, чтобы нас победить. Более того, по-разумовскому выражение «не возвысил цены его» говорит о торге, о рабовладельческом торжеще, когда за тех или иных пленников предлагается какая-то стоимость. Итак, когда кричат работорговцы на рынке, предлагая ту или иную цену, возвышая голос свой, они могут ее повышать и понижать, «не возвысил цены», то есть мы проданы незадорого, никто за нас не захотел переплатить, так думает Разумовский. И в то же время замечаешь, что святые отцы изречением этого стиха, за изречением этого стиха видели еще и духовный смысл. «Немного было между нами людей, которые бы с дерзновением вопияли тебе о помощи». А в этом случае понятие «возвысил» толкуется, как «возвысил голос», то есть закричал, большое время, внимание, отдал большую цену своим усилиям для того, чтобы вопиять голосу. Такая траектория святоотеческой мысли. 14-15 стихи. «Мы стали притчей среди народов, проходящие рядом, кивают головой вслед нас». Что означает этот кивок, как выглядел этот жест, мы не знаем, но злословище Христа по Евангелию, проходя мимо, засловили его, покивая главами своими. Мы знаем эти слова «уа-уа», вот «разыряющая церковь», «спаси себя», мы узнаем, что ты действительно Сын Божий. Дальнейшие стихи, в частности, 18-19, говорят нам о неком завете. Итак, над нами издеваются. «Мы стали посмешищем, но мы Тебя не забыли, Господи. Мы не были неправедны в том завете, который был установлен с Тобой на горе Синай. То есть сердцем нашим мы никогда не оступали от Твоего закона, от завета и не уклонились на пути других народов». Двадцатый стих. В русском переводе звучит загадочное выражение «в земле драконов». Славянский текст, вероятно, ближе передает общую идею псалма. «Яка смирилась и нас на месте озлобления, и нас прикрыла тень смертная, покрыл нас тенью смертной». Озлобление означает причинение зла, притеснение. И в богослужебных современных текстах есть такое выражение «ложа озлобления» или просто «озлобление». То есть зло, которое я претерпеваю. Это не то, что я стал злым, озлобился. Озлобить по-славянски означает претерпевать какое-то зло. Нужду, бедствие, страдание, рабство, плен. Следовательно, на языке священного писания смирить кого-то на месте озлобления означает низвернуть в глубину страданий, бед и зол. И вот глубина страданий передается образом смертной тени. Вот этой сенью смертной вообще назывались места мрачные и опасные. Там, где можно было найти смерть. Ну, например, в темноте упасть в какую-то яму, в пропасть, в незакрытый, неприкрытый колодец. А образно, так сказать, метафорически эта глубина смертная, тень смертная была еще символом смерти, несчастья, всякой опасности вообще. Ну, и дальнейшие стихи говорят о том, что мы все же не забыли Бога и не воздевали руки к чужим богам. Русское простирали, нами сейчас простирается, как простирание рук в горизонтальной плоскости. То есть буквально хватали этих идолов, богов своими руками, вытягивая их вперед. Греческий текст, за которым следует славянский, употребляет иное слово «воздели руки, подняли к небу». Это говорит о литургической практике, когда в молитве руки поднимаются к небу. Так, как мы знаем, Моисей простирал руки вверх, и когда он простирал эти руки крестообразно, их поднимая обе руки вверх, тогда Израиль побеждал амаликитян. Когда пускал, Израиль проигрывал в современной литургической практике в некоторых молитвах, возглашаемых священником, например, при начале возгласа «Слава тебе, показавшему на свет», священник также воздевает руки горе. Эта практика была и среди древних христиан в Египте, когда по преимуществу наиболее глубокие сокровенные молитвы произнесились стоя с воздетыми вверх руками или в положении, когда ладони распрямлены вверх с простертыми руками вширь или в том положении, когда ладони направлены вперед, как мы видим и сейчас на Копской иконографии. Следовательно, текст греческий данного псалма говорит нам о реальной практике молитвы в Иерусалимском храме с воздетыми руками, которая в последующем перешла и в христианскую традицию. Итак, не молились чужим богам, не поднимали руки, обращая свои мысленные взоры к иным богам, не обожествляли стихии, но сердца наши всегда были направлены к Богу, и руки только к нему и простирали. В 23 стихе опять мы встречаем образ овец, которые заколаются каждый день. Ради тебя нас каждый день убивают, считают нас за овец обреченных на заклание. Данный стих усугубляет некую трагичность. Мы не просто расселись, как овцы, нас считают предназначенными к жертвоприношению. Итак, мы обречены на заклание, находимся в смертельной опасности, но в том же время мы за закон Твой, Господи, за Тебя готовы претерпеть поношение каждый день. В этом же смысле приводят данные слова апостола Павела в послании к римлянам, который говорит буквально следующее. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за Тебя умиршляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Следно, любовь по апостолу Павлу является жертвой. Любовь без жертвы невозможна. И те, кто по-настоящему должны стремяться обрести эту жертвенную любовь, должны уподобиться тем самым овцам, о которых Павел пишет. 24-й, 5-й, 6-й стихи. В них Бог представляется человекоподобным. До этого мы видели, что он словно ходил за израильским станом. Здесь он спит, его просят пробудиться, встать, подняться на ноги. Слова «воскресни» не отри, не до конца, конечно, в буквальном смысле говорят не о реинкарнации чего-либо, не о том, что Бог умер и должен воскреснуть, но через призму Ветхого Завета речь идет о том, чтобы он поднялся на ноги. Слово «кам» буквально означает просто «встать». Итак, «восстание», «что спиши». Кстати, эти же слова мы встречаем и в молитвах, которые звучат в очень трогательных монашеских песнопениях, как, например, «душе мое восстание», «что спиши». Конец приближается. И в этом случае «восстание», «что спиши» слова обращаются не к Богу, почему ты уснул, но ко мне, что я засыпаю духовно. Интересно, что слова из 24 стиха находят свое отражение и в Евангелии. Автор Псалма молит Господа, подобно тому, как некоторые ученики Господа Иисуса Христа разбудили Его спящего на корме корабля и молили спасти их от гибели, укражающей им во время бурного кораблекрушения. Христос буквально спал на возглавие, ученики подошли и говорят ему «Господи, проснись, мы погибаем». Та же идея в Евангелии, как и в данном Псалме. Ну и, наконец, 27 стих «Восстань на помощь нас и избави нас ради милости Твоей». Здесь также в славянском тексте употребляется слово «Воскресни». Эти слова «Воскресни Господи, помози нам и избави нас имени Твоего ради». стали одним из воскресных прокимнов, потому что в них видится прообраз восстания, пробуждения, воскресения Иисуса Христа. Так, по мысли Ефимия, Зигабина, изъяснение этого псалма может иметь две характеристики – буквальная и историческая, буквальная и историческая и прообразовательная. В высшем смысле этот псалом, слова псалма могут относиться ко Христу, притом от лица всех мучеников, которые претерпели бесчисленные страдания, ежедневно были умиршляемы за Христа. Но исторически, конечно, эти слова лучше отнести к царю Давиду. Продолжение следует...